Библейский портал экзегет.ру представляет 42 глава книги Иисуса Санасирахова, я читаю синодальный перевод для библейского портала экзегет. 41 заканчивалась списком того, чего надо стыдиться, всякие некрасивые дела, причем, что интересно было, там упомянуто, стыдиться перед кем. То есть кто будет в наибольшей степени уязвлен, кто будет в наибольшей степени разгневан разными поступками. Там перед судьей и князем стыдись преступления, а перед соседами кражи. Кража тоже преступления, но, наверное, соседи особенно будут беспокоить, если ты у них воровать начнешь, а не где-то там на стороне что-то делал другое. А чего не надо стыдиться? Вот чего не надо скрывать из ложной стыдливости? Ой, ну я не знаю, я не хочу это показывать. Чего не надо? Не стыдись вот чего из лицеприятия, не греши. То есть не совершай греха из-за своего стеснения перед другими людьми. Вот когда человек боится показаться недостаточно крутым пацаном, и поэтому совершает грех. Не стыдись точного исполнения закона Всевышнего и Завета. Вот ты исполняешь закон, не бойся это проявить. И суда, чтобы оказать правосудие нечестивому. То есть на суде не будь пристрастен. Спора между товарищем и посторонними и предоставление наследства друзьям. Не бойся отстаивать правоту в споре. Не бойся давать друзьям наследство. Точность в верах и весах много ли, мало ли приобретаешь. Дела надо вести с точностью. Без пристрастия в купле и продаже. Значит, покупай не там, где тебе больше нравится, а по цене, которую захочется, а введи себя опять-таки честно. И строгого воспитания детей. И окровавить ребру худому рабу. То есть раба можно побить, и детей не сказано побить, но по крайней мере воспитывать строго, и не надо этого стесняться. При худой жене хорошо иметь печать, и где много рук, там запирай. Иметь печать, то есть запечатывать свои распоряжения, чтобы жена не могла сама распоряжаться от твоего имени, или запечатывать кладовку, денежный сундук. Где много рук, там запирай. Да, хорошая фраза. Если что выдаешь, выдавай счетом и весом, и делай всякую выдачу и прием по записи. То есть не стесняйся быть конкретным. И учитывать. Не стыдись разумлять неразумного и глупого, и престарелого, состязающегося с молодыми. Даже вот перед стариком можно не стесняться. И будешь истинно благовоспитанным, и заслуживаешь одобрение от всякого человека. То есть иногда люди стесняются совершить некие действия, из боязни, что их осудят. Вот здесь список тех действий, которые точно не надо стесняться совершать. И тут же почему-то про дочерей. Вроде бы нет связи. Но с другой стороны, смотрите. Дочь для отца — тайная постоянная забота, и по обещанию они отгоняют сон. В юности ее как бы не отсвела, ну то есть вовремя выйдет замуж. В замужестве как бы не опротивила своему мужу. Разведется. В девстве как бы не осквернилась, не сделалась беременной в отцовском доме. В замужестве, чтобы не нарушила супружеская верность, и в сожительстве с мужем не осталась бесплодная. Значит, вот отец как бы отвечает за качество дочери, которая выдана им замуж. Над бесстыдную дочерью усиль надзор, чтобы она не сделала тебя посмешищем для врагов, притчу в городе, упреком в народе, и не осрамила себя предобществом. Вот чего надо стыдиться, да, и чего не надо стыдиться, скажем, строгое воспитание дочери, надзора за ней не надо. А позора, который она может на тебя навлечь, надо. Ну и сам, соответственно, будь на уровне. Не смотри на красоту человека и не сиди среди женщин. Ибо как из одежды выходит моль, так от женщины лукавство женское. Лучше злой мужчина, чем ласковая женщина. Женщина, которая стыдит до поношения. То есть, которая стыдит до поношения, которая так тебя опозорит, что уже не будешь знать, куда деться от позора. Вот стыдливость, культура стыда мы говорили уже не раз. Характерно для этой культуры представление о том, что человек должен избегать стыда, позорного какого-то состояния. Он и это делает, наш Сирах, поводом для наставлений, как жить. Ну и вообще, стыд это что-то такое, но важное, но не очень. А есть гораздо более важные вещи. «Воспомянуй теперь о делах Господа и расскажу о том, что я видел. По слову Господа явились дела его. Сияющее солнце смотрит на все, и все дело его полно славы Господней». Как будто он поскорее уходит от этой темы стыда, перечислил, важно это знать, ну и только, да? Не будем на этом сосредотачиваться, поговорим о Боге. «И святым не предоставил Господь провозвестить о всех чудесах его, святые, возможно, имеется в виду ангелы, о всех чудесах его, которые утвердил Господь Сидержитель, чтобы вселенная стояла твердо во славу его». Что такое все эти наши стыдливости, все эти наши стыды ложные, истинные, правильные и неправильные по сравнению с великолепием славы Господней? Вот о чем надо думать, а не сосредоточиваться о том, «Ой, как я выгляжу». «Он проникает в бездну и сердце и видит все изгибы их, то есть этот мир, но и душу человека. Ибо Господь знает всякое ведение и прозирает знамение века, возвещая прошедшее будущее, открывая следы сокровенного. Не минует его никакое помышление и не утаится от него ни одно слово». То есть, смотрите, стыдливость — это внешнее проявление, это хорошее качество, если направлено на правильные вещи, но главное, что Господь знает все. То, что ты стыдишься перед людьми, это, в общем-то, ничто перед тем, как ты строишь свои отношения с Богом, который в любом случае видит себя полностью и в любой момент. «Он устроил великие дела своей премудрости и пребывает прежде века и вовек. Он не увеличился и не умолился, и не требовал никакого советника». О! Наконец, 42 глава из 51, появляются какие-то описания Бога. Как будто Сирах откладывает высокое богословие до самого конца и говорит, ну, ладно, сейчас я расскажу тебе, что такое хорошо, что такое плохо, как себя вести, как делать то, как делать это. Периодически вспоминает о Боге, напоминает, что страх Господень, мудрость, которую дает Господь — это самое главное. И тут, наконец, он переходит к такому гимну-творцу и уточняет какие-то его свойства. Он только что говорил про стыдливость, а до этого про советы говорит, Господь славен, там нет ничего подобного стыду, и он не требовал никакого советника. Вот мы в этом мире живем как-то, устраиваемся, что-то себе такое создаем, делаем, но Господь превосходит все наши представления. Вот то, что потом будет развито, конечно, в богословии более высокого уровня, как самодостаточность Бога, как такой метод апофатический. Мы не можем сказать о Боге, что Он есть, но мы можем сказать, чем Он не является. Он не требовал советника, не нуждался в помощи. Как вожделены все дела Его, хотя мы можем видеть их как только искры. Искра что-то мимолетное, маленькое, но искра свидетельствует об огне. И вот мы видим лишь искорки, такие отцветы. Все они живут и пребывают вовек для всяких потребностей, и все повинуются Ему, дела Его. Дела здесь как некие отдельные сущности. Все они вдвойне, одно напротив другого. И ничто не сотворил Он несовершенным. Одно поддерживает благо другого, и кто насытится зрением славы Его? Что значит все они вдвойне? Вот была у нас в предыдущих главах проблема добра и зла. Для человека добро и зло. Есть зло, например, смерть. Страшное зло в 41 главе упомянуто, в предыдущей. До этого там упоминались всевозможные злые события, как там стихийные бедствия, звери. Ну и люди часто причиняют зло друг другу. И вот он говорит, что зло и добро — это часть единой картины мира. Ничто не сотворил Он несовершенным. Откуда же зло? Об этом Он здесь ничего не говорит. Но может быть во всей книге много ответов от того, что человек решается творить зло. А Господь творит мир, где разные начала сосуществуют в некоторой сложно устроенной гармонии. И нужно просто научиться в эту гармонию войти. Нужно стать ее частью для того, чтобы действительно исполнить его замысел об этом мире. Одно поддерживает благо другого. И кто насытится зрением славы его. Мы видим лишь искры, но слава великолепна. Эта тема продолжится в 43-й главе. Субтитры создавал DimaTorzok